Такого снегопада давно не помнят здешние места. В Ульяновске снежный коллапс. Вдоль домов пройти практически невозможно. Горожане вынуждены прокладывать вот такие небольшие тропки вдоль своих домов. Их недовольство по этому поводу совершенно оправдано. Очень тяжело. Ходить невозможно. Как вы считаете, быстрее должны реагировать службы? Но ведь они нет. Я живу за этим поликлиником. Это невыносимо. У нас вообще не чистится. Мы даже по-моему не можем по-человечески выйти и выбросить. На нашем большом проспекте здесь тоже такие рытвины по колено. И гололед под ним. Я вчера еле-еле до дома дошла. То есть вчера уже были усложнения? Конечно, конечно. Местами где-то прибрали, а местами прямо невозможно пройти. Вам тяжело было добираться в поликлинику сегодня из-за снегопада? Тяжело идти. Как вы считаете, оперативнее должны работать? Еще как оперативнее. Вот тем более еще старшее поколение тяжело, наверное, добираться? Тяжело добираться. Особенно у кого болят ноги, руки и все прочее. Вообще очень тяжело. А если упал, то это не встанет. Ну, знают, что и заранее предупреждают МЧС. Почему не убрать? Ну, может быть, все-таки не ожидают, что такое вот повальное будет? Да нет, МЧС 40 раз уже звонили вчера. А они даже не почесались никто. Это вообще безобразие. Тяжело сегодня добираться в поликлинику из-за снегопада? Да ну, нормально. Я близко живу. Нет сложностей никаких? Да ну, плохо ходить. Ну, что ж теперь? Нигде не пройдешь, что завалит. Вы далеко вообще живете, чтобы прийти, допустим, к социальному объекту? Ну, далеко вата. У нас заводской в конце. Здесь ноги сломать можно. Невозможно. Одни вроде гладко, а наступишь там яма. Тут лед. Как вы считаете, оперативнее должны спецслужбы реагировать? Конечно. А кто же? Для чего мы деньги платим? За услуги коммунальщиков-то? А у вас есть затруднения? Ну, конечно. Идти тяжело. Я, например, живу далеко. Пока я до остановки дошла. Ну вот, а сейчас опять идти надо. Там вот вообще пройти невозможно. Там замерзло какие-то. Лед замерз, потом еще снег. Идешь прям балансируешь. Думаешь, сейчас упадешь. Как вы считаете, что нужно предпринять, чтобы избежать вот таких неудобств? Ну, вот я не знаю. Муниципальные службы, чтобы лучше работали. Потом вот напротив каких-то магазинчиков смотрят, что у них прочищено. А тут, где ничего, как бы, там никто не чистил никогда, видимо. Или у вас сложность сегодня, чтобы подойти к поликлинике? Нет, нет. Ой, какая сложность еще. Еле ползем. Еле ползем. Скажите, есть затруднения из-за снегопада подобраться вот к соцобъектам и к магазинам? Ну, в общем-то, есть, конечно. Тяжело. И ходить тяжело. Вот ничего не чистится уже. Ну, это ладно, молодежь, что-то там на машинах. А пешком старики, пенсионеры. Полжизни отдашь. Все вот мокрые насквозь. Ноги больные. Упадешь, уже не встанешь. А далеко вы живете? Вы в поликлинику идете? Наоборот, из нее. И трудно пройти, да? Вчера еле прошла, а с той стороны невозможно, по колено. Да нигде невозможно. И машины. Я вот с Лихачевой ползла. Как вы думаете, с чем это связано? Это же не только из-за того, что там, допустим... Связано. Они берут налог-то за уборку. Одни там строчки, когда плотишь, ходишь. Ну, когда сильный снегопад, ведь непредсказуемо, тоже вся техника сейчас... Ну, непредсказуемо, а кто-то убирается, тоже дворники.